Ребят, всем привет! Павел Заяц на связи. Я думаю, что пришло время нам с вами стать поближе. И в этом выпуске давайте я расскажу вам немножко про себя, про мои бизнесы, чем я занимаюсь. Итак, в 2017 году оборот одной из моих компаний составлял более 100 миллионов долларов. В том же 2017 году я вложился в один очень интересный проект по крипте и сделал за один месяц 20 миллионов рублей чистыми. В 2019 году я организовал киберспортивную организацию Phoenix GG, с которой в 2020 году мы уже выиграли турнир Major. В 2019 году, когда в Москву прилетал Тони Робинс, лично я консультировал его по вопросам эффективности и выстраиванию бизнес-процессов. Также в 2008 году мало кто знает, что лично я, когда еще обучался в Китае, был студентом и в Пекине был саммит большой восьмерки, то лично я был переводчиком у самого Пу**а. Также мало кто знает, что вот эта вот встреча с Пу**ом, она не прошла даром. И уже в 2016 году я был доверенным лицом, который организовал вот эту всю хакерскую историю, благодаря которой Трамп победил выборы. Блядь, сука, я уже не могу легко нести эту чушь. Как вы верите вот в эту хуйню вечно, скажите мне? Не знаю, я вот сижу просто, пытаюсь уже, не знаю, 15-20 минут наговорить эту ересь, и у меня просто либо улыбка не сходит с лица, а сейчас давайте на самом деле познакомимся. Что сказать о себе? Ребят, я обычный человек, обычный предприниматель, звезд с неба я не хватал, каких-то там грандиозных проектов у меня нет, предприниматель средней руки, так скажем, да, у меня там 100 человек в штате, зарабатываю какие-то... Что такое, Лё? Звезд с неба не хватаю, средней руки предприниматель, 100 человек в штате. А что, ну 100 человек, что, это много, что ли? Ну, средней руки, это, мне кажется, там, ну, 10, чем-то. Ну, это малые руки, 10, чем-то. Ты знаешь, как у нас делится вообще, оказывается, как у нас государство делит предпринимателей, малый, средний, большой бизнес. То есть, малый бизнес, это у кого в штате, по-моему, до 100 человек, или там до 50, ну, какая-то вот есть цифра. Соответственно, когда у тебя больше 100, как у меня, то вот я уже считаю средним предпринимателем, да, хотя я уверен, что есть и малый бизнес, который приносит денег столько же, как мой средний, да. Все, погнали. Кстати, дверь в рейнджоре не закроется. Не знаю, баг какой-то. Так, мы приехали в Орехово-Зуево, где у меня один из бизнесов, это компьютерные клубы. Помните, я вам рассказывал, киберспортивная организация, с которой мы выиграли Na'Vi в 2020 году на мейджоре, да? Да нет, ребят, обычная сеть киберспортивных клубов. Пойдем посмотрим, да? Это один из моих любимых бизнесов. И, кстати, вот в этом клубе я не был уже примерно почти год, наверное. Пойдем посмотрим, что там внутри. Чтобы не было ни у кого вопросов, да, кому принадлежит. Вот что мне непонятно, почему она грязная. Никита, слушай, а что у вас этот... Не стекло, а вот эта вот вывеска, да, сверху. Здесь вывеска, да? Да, да, да. Можно, знаешь, аппликус не подойдет. А, да? Ну вот смотри, да, например, многие говорят, невозможно удаленное управление, там, управляющий и прочее. Вот смотри, мы приехали, да, в Куб, я не был здесь где-то с октября, наверное. Посмотри, все чистенько, выкладка есть, выручка есть, ребята работают, все по форме, сервис, все делается. Но это же кайф, да? Я к тому, что, как всегда, помнишь, мы обсуждаем, что нужно просто с умом подходить, да, к каким-то моментам. Сегодня, кстати, на розовый не супер много для субботы, если честно. Обычно вообще тут фулл посадка, потому что мы прям находимся в очень топовом месте. Я говорю, ты помнишь, как в 90-е, 2000-е мы ходили в компьютерные клубы, где там, не знаю, носками воняло, это еще выхватить можно было. Ну, сейчас радует, что вообще вся эта индустрия сместилась в более цивильное русло, ну, времена поменялись, да, и поэтому можно на этом делать цивильный бизнес и не переживать, что у тебя там, не знаю, будут в випке там наркоту долбить, да, ну, хотя, я думаю, такое тоже может быть. Помнишь, мы с тобой про финмодель говорили? Так, короче, амортизацию уже никто не учитывает, да? Смотрите, что бывает. Это вот, обычно, вот, смотрите, все. Вот что с ним? На помойку, да? Если вы думаете, что это одно кресло, вот вам еще, пожалуйста. Ой, печаль. Это один из моих бизнесов, Киберарены Феникс. Организовали мы его в 2019 году, и сейчас расскажу тебе, как вообще появился этот бизнес. Меня подсадили, друзья, на Counter-Strike, но вообще компьютерные игры я люблю давно, но тут меня подсадили на Counter-Strike, и я начал вечерами играть с друзьями. И потом, когда я наиграл где-то там тысячу или полторы тысячи часов, можешь посчитать, да, сколько это уже рабочих дней, а или рабочих, там, смен по восемь часов, да, когда ты сидишь в офисе, меня начало тревожить, что моя жизнь катится как-то не туда, и время я расходую неэффективно. И в тот момент начали набирать популярность опять компьютерные клубы, да, то есть киберарены только уже они стали называться. И я подумал, блин, прикольная ниша, мне она очень нравится, она мне по душе, и мы начали запускать, мы запустили, точнее, сеть киберспортивных клубов, на данный момент их с девятого сейчас открывается, из которых шесть мои, три по франшизе. Очень много инвестиций, конкретно вот в этом клубе инвестиций около девяти с половиной миллионов, потому что где-то на миллион здесь только ошибок, чтобы ты понимал, да. Понимаете, до двадцатого года, до пандемии, вот этот бизнес летел в атаку. Мы хотели инвестировать в двадцатом году только около миллиона долларов на новые клубы, да, но пандемия внесла свои коррективы, и, естественно, мой план снизили. В итоге общая сумма инвестиций в данный бизнес составила у меня сорок, ну, может, чуть больше, сорока миллионов рублей. Ну, то есть стоимость клуба в среднем варьируется от пяти до десяти миллионов рублей. Окупаемость, ну, слушайте, до пандемии это было уверенных два года где-то. Сейчас, будем так говорить, скорее всего она сместилась к трем, а в некоторых локациях даже к четырем. Чтобы вы понимали, компы до пандемии мы покупали там за один системный блок в районе девятисот долларов. Сейчас, как вы помните, я недавно видеокарту покупал только за тысячу долларов. Ну, то есть считайте сами. И поэтому мы ищем ниши, где можно найти какие-то более разумные, более быстрой окупаемости, ложиться, заработать денег, развиваться дальше. А так, это очень любимый мой бизнес. Блин, хотел бы, конечно, сто их открыть, но пока вот такая ситуация. Дружище, у меня есть инстаграм, где я рассказывал, например, как я купил видеокарту за тысячу долларов и собирал майнинг-ферму, да. А также всем этим я делюсь в телеграм-канале. Какие-то новые бизнесы, майнинг-фермы, инвестиции, новые направления. Короче, в телеге. Вот тут, вот тут. Подписывайся. Так, мы сегодня в городе Владимире. Вон, поснимай, Лёх. Центр города. Как вам такая архитектура? Ну, ладно, здесь, можно предположить, ее оставили еще для колорита, потому что много туристов, да, проезжает. И, вот смотрите, просто центральной улице мы съезжаем. Три секунды мы идем. Пока, покажи. Ты понимаешь, это центр города. Это что за трущобы? Дом весь перекосило. Ты видишь это? Там просто жесть. Рин, и люди тут живут, ты понимаешь, что они здесь живут? И они такие, вот, понимаешь, ну, типа, это норм. Вот, давай дальше пройдем. Центр города. Но в целом, Владимир, конечно, как туристический город, очень крутое место. Полин, тут можно такую просто конфету сделать. Из города. В Владимире мы сегодня, потому что здесь у меня такой же киберспортивный клуб, как мы вам показали в Орехово-Зуево. Открыли мы его год назад. Кстати, год он там приносил небольшие деньги, потому что у нас была конкуренция. Сейчас мы закрыли конкурента, довели его до нужной рентабельности. Сейчас он показывает хорошие показатели. Че себе народ, смотри, едет. В Владимир, ты видал? Вы че смотри, народу. Дальше. Toyota, мобильный оператор. Я являюсь самым крупным франчайзи-партнером. Мы имеем 50 точек в 25 разных городах России. От Мурманска до Сахалина. Постоянное количество точек наращиваем. Мы просто занимаемся тем, что подключаем по сути абонентов. В 2011 году я организовал компанию, которая занималась потребительскими услугами в Китае. Мы помогали людям покупать товары в Китае. В основном это была площадка Таобао, Алибаба. И, собственно, так и зарабатывали. И до сих пор зарабатываем. Это был мой самый первый бизнес. Потом я организовал компанию Сокотрейд, где мы активно возили оборудование из Китая. И все было довольно неплохо. До 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Очень упал спрос. И вообще вся ниша, которая у меня была, бизнес связанный с Китаем, очень сильно просил на 45%. И в этот момент я понял, что все паха хана. Год практически ничего не зарабатывал. Просто держал людей, никого не увольнял. И думал, что делать дальше. И в этот момент понял, что нужно, как сказать, не держать яйца в одной корзине. И поэтому мы начали искать новые ниши, которые не были бы связаны с Китаем. Так родился мобильный оператор Йота. А потом также родились киберспортивные клубы Феникс. То есть, как бы, охват нормальный, так скажем. Честно, я вообще не считаю, что я чего-то добился. Вот давай честно. Нет у меня такого, понимаешь, ощущения, что типа, я вообще просто король этого мира. Нет. Нет задачи кого-то чему-то обучать, кому-то что-то впаривать. Просто, возможно, количество моих попыток и ошибок было больше, чем у вас. И я считаю, что у меня очень уже солидный такой багаж знания и опыта, которым можно поделиться. И надеюсь, он будет вам полезен. Так что подписывайся на канал, на Телеграм, на Инстаграм. Периодически в свой адрес слышу такую фразу, что типа, Паха, вот как тебе легко все вот это дается. Да нихуя, ребят. Вот смотрите, сейчас канал, да. По сути, это стартап. Это там новый мой проект, с которым там два или три месяца. И вот, чтобы вы понимали, сейчас я хочу записать там видео с Оскаром Хартманом, с Владимиром Седовым, там, не знаю, с Рыбаковым, еще с какими-то интересными людьми, да. И вот, например, за последнюю неделю, я не знаю, мы составили список там из ста человек, разослали письма. Я лично звонил Оскару Хартману, мы связывались там с помощниками разных классных предпринимателей. Что мы слышим? Нет, нет, нет. Типа, вы слишком маленький, вы никто, дорастите. Ты звонишь? Оскар. Можно сделать с вами интервью? Он говорит, вы кто? А сколько у вас подписчиков? Ты говоришь, 400. Он говорит, до свидания. И вот представьте, вы делаете 10 таких звонков. Ну, это дизморалит. Слушай, ну здесь ноль, почти 300. Вот, например, июль, ноль был 283. И выручка 416. То есть он сделал 133 тысячи прибыли, да. Но, вот, например, июнь выручка была 350. А ноль 332. То есть прибыль 16. Апрель. Апрель, Леха. 2600 рублей прибыли. Слушай, я думал хуже. Ну, то есть есть месяца, когда он прям нормально, да, делает для этого города. Мы находимся в Гусе Хрустальном. И здесь у меня также открыта Киберарена. И данный клуб является самым слабым во всей нашей сетке, да. И там средняя выручка у него в районе там 400 тысяч в месяц, ноль в районе 300. Ну, то есть там в среднем он сейчас колеблется в районе там 100-150 тысяч прибыли. Ну, как бы при вложениях там в 5,5 миллионах это, ну, не та окупаемость, которую мы вообще рассчитывали. Почему самый слабый клуб? Это был, ну, так назовем, аналитический эксперимент, да. Потому что в таких городах здесь, по сути, 50 тысяч населения. Не так много молодежи. Все стараются свалить из этого города. И у меня не было веры, что можно открыть клуб в городе с 50 тысячами населения, чтобы он приносил деньги, да. Но мы видели, что есть другие города, там, типа, Истра, еще какие-то маленькие города, где были компьютерные клубы. И там стояло по 20-25 компов. И, типа, я общался с администраторами, с управляющими. Ну, и они там цифры прям не назвали, но говорили, типа, норм. Потом у нас были маркетологи, которые помогали нам развивать клубы. И они тоже посмотрели здесь аудитории. Почитали, что здесь около 6 тысяч нашей аудитории. Типа, это там на 20 компов на клуб должно хватать. И мы такие, ну, давай попробуем. Типа, если даже в городе, где 50 тысяч населения, наша бизнес-модель будет работать, ну, это же вообще сказка, да, кайф просто. Бери и масштабируйся. И где мы ошиблись, да. Наша бизнес-модель, так как мы выстраиваем, ну, как сеть, да, вот сейчас 6 клубов, она построена на том, что у нас удаленное управление. Короче, все наши расчеты верные, если при условии, что если бы я сам, как собственник бизнеса, работал в этом клубе, да, тогда я бы сэкономил еще там порядка двух человек зарплаты, где-то оптимизировал налоги, сэкономил бы на командировках сюда, потому что управляющий сюда ездит, да, это и бензины, когда-то проживание, какие-то расходы. Но так как у нас сеть управление удаленное, да, то есть у нас там, естественно, есть камеры, контролеры, ну, вот это вот все, что вам рассказывать. Короче, поверьте, все выстроено нормально. То, естественно, косты, они больше. И, соответственно, если бы я сам здесь работал, как собственник бизнеса, и работал бы здесь же на точке, то, соответственно, бизнес бы, наверное, вышел в ту окупаемость, которую мы изначально планировали. Вот эти моменты мы не учли. Это опыт, опыт, который встал мне в 5,5 миллионов рублей. Как бы нормальные бабки, да, ребят? Единственное, что радует, что, наверное, нечестно говорить, что 5,5 миллионов рублей, типа, я сейчас потеряю. Нет. На самом деле, все равно он какие-то там деньги заработал. Плюс релокация в среднем, если мы сейчас решим открыться в другом городе, выйдет где-то примерно в миллион рублей. Понимаете, какая еще проблема таких городов? То админа побьют, то кто-то бухой придет, то админ бухой придет на работу, то там кто-то наркоту притащит, то еще какие-то ситуации. Ну, то есть, что не месяц, так у нас здесь какие-то, блин, происходят прецеденты, понимаете? Которые тоже, ну, ставят под вопрос, вообще, надо ли здесь держать клуб. Но тебе нужно отсеять твою аудиторию, ну, которая к тебе будет ходить небыдлятина какая-то, да? И в Гусе Хрустальном тоже есть такая задача, и есть такая аудитория, и которую мы очень рады видеть и хотим к себе привлечь. Поймите, Гусь Хрустальный, 50 тысяч населения, ну, никакого здесь сервиса, нормальных ни заведений, ни ресторанов, но люди просто не видели, что может быть по-другому. И для них прийти в клуб, и что это должна алкашка быть, или там, что-нибудь там употребить, ну, это типа нормально. Но у нас концепт другой. Пока мы пробуем здесь его подать, так скажем. Получится или нет, ну, посмотрим. Да, ну, вот, видишь даже, про что я говорю, вот, то-то пицца. По сути, они сделали, ну, просто такой, более-менее качественный, комфортный формат, да? И все, полное. Блин, слушай, ну, вот так на входе, блин, ну, нормально же, да, все прям, вот, как надо. Ну, что сказать, как всегда, видишь, чисто, граффити, подсветочка. Вон, малые играют уже. Что, вы часто ходите к нам в цены? А? Что, как клуб? Вообще офигенный. Офигенный? А где родители? В смысле, они тебя тут скинули и пошли куда-то сами? Не, я сам на тех уже. А, ты сам? Много людей обычно тут? Ну, Да? Вечером много народ собирается? Да. В чем подвох? Почему клуб не приводит бабки? Блин, слушай, не знаю, для гуся крустального это пушка. Посмотри, блин, чисто, уютно, кайф вообще. Вот, поделитесь, как вам у нас? Давно ходите? Да. Да? С открытия. С открытия? Частенько заходим, вот, например, вечером, ночью, и нет места поиграть. Но вечером может быть, да, такое? Ну, и вечером, и ночью, и в субботу, и в хаме особенные. Будние дни, здесь всегда полная посадка, ну, не хватает даже места. Слушай, дай контакт свой. Так, ну, все, короче, если вдруг что, ты мне сразу маяку и хорошо. Понимаешь, какая еще мысль? Многие думают, вот, сейчас я приеду в Москву, там буду продавать, там сейчас, не знаю, хоть в центре Москвы говно им кинете, москвичам, раскупят, там же их миллионы, да? Нет, ребята, я вам скажу, что, например, моя философия, да, в Москве можно делать бизнес, безусловно, но вы учитываете, какая конкуренция в Москве, какие косты в Москве, чтобы что-то запустить, да? И как бы здесь тоже стоит вопрос, а если вы берете регионы, вот как Гусь, Хрустальный, Владимир, Великий Новгород, у меня клубы, то вы должны понимать, что люди не избалованы, уровень сервиса ниже, и если ты просто делаешь базовый качественный продукт с хорошим сервисом, то, блин, ты уже на голову выше многих там просто конкурентов, тех, кто у тебя есть. Я люблю регионы, вот регионы кайф вообще просто. Кстати, вот в одном из видео, по-моему, то ли про 10 ошибок руководителя, то ли про первый бизнес, я делился инструментами, которые мы используем для ведения бизнеса, да? Естественно, все эти инструменты позволяют удаленно сейчас управлять, мне кажется, ну, таким стандартным бизнесом без проблем. Поэтому, если в вашей голове сидит мысль, что лучше меня никто не сделает, то надо ее гнать, иначе, наверное, вы где-то вот упретесь в какую-то сумму, и расти вам будет очень сложно. Вам, друзья, желаю хороших профитов, успешных бизнесов, здоровья, главное, и чтобы все получалось. Всех обнял. Пока.